Приветствую вас, Анна. Собственно, вы, на мой взгляд, ответили себе на вопрос, сам-сам, да? То есть, знаете, с одной стороны. Отношения на расстояние, которые, в общем-то, отношения на расстояние всегда попадают в некоторых вот таким вот проблемным моментом, потому что люди на расстоянии, тут есть идеализация, тут есть и прочие трудности. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, это действительно важная вот в какой-то степени навязчивость, да? В том плане, да, вот, что я имею в виду, говоря о навязчивости, я имею в виду исключительно то, что вы вот слишком много в этот порядок в человеке, вот, и он, собственно, для вас стал чем-то очень важным, по факту заменяющим, вот, заменяющим вашу жизнь, ваши жизненные цели, ваши жизненные, ну, приоритеты, скажем, скажем так. Вот. А это неприемлемо, потому что, ну, в таком случае, человек, как правило, чувствует, ощущает, что в нём чересчур сильно нуждается, да, что от него чересчур сильно зависит и это очень сильно выбивает из колеи, грубо говоря, вот, это очень сильно портит отношение, потому что ценность человека падает и так далее. Другой вопрос заключается в том, и этот вопрос, пожалуй, самый важный этот вопрос, как так получилось, как так вышло, что вы сделали своего вот мужчину, да, самым важным в своей жизни, то есть как вот так вышло, как так получилось, как вы к этому пришли. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, именно в этом направлении вам нужно двигаться и это направление вам нужно смотреть и прорабатывать. Почему мужчина вам важен настолько, что вы вот 25 на 8, да, запомнили его пространство? Связано ли это с вашими личными границами, если да, то как? Связано ли это с вашими желаниями, если да, то как? Связано ли это с вашими страхами, если да, то как? Связано ли это с вашим прошлым опытом отношений, если да, то как? Понимаете? И вот это всё, вот это всё, требуется корректировать, это всё требуется разбирать. И тогда, и только тогда можно говорить о неком таком сохранении ваших отношений. Вот, можно говорить о неких возможностях для гармонизации отношений, потому что, ну, мужчина, он, как бы, от вас ещё не ушёл, да, он, как бы, пока не собирается уходить, но он уже, как бы, звоночки такие вот посылает. Он, как бы, уже говорит, что, вот, мне не нравится, там, какие-то вещи мне не нравятся, да, вот, меня, там, не устраивает что-то, вот, давай, значит, ну, что-то менять, да. И если вы сейчас, вот, не послушаетесь, да, если вы сейчас не прислушаетесь, точнее, к человеку, к своему, вот, мужчине, если вы не прислушаетесь, то, ну, в принципе, могут быть серьёзные, ну, трудности у вас в отношениях. Чего, я полагаю, вы не хотели бы, вот, поэтому тут вот нужно смотреть именно в этом направлении, в направлении того, почему вы себя вот так ведёте и чего, собственно, вы, ну, хотели бы для себя. Опять вот, вот, это очень важный момент. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать дальше, значит, не знаю, не понимаю, как сейчас себя вести. Скажите, пожалуйста, вы правда не понимаете, как себя вести? То есть, у вас правда нет никаких идей по поводу того, как можно было бы себя вести в этой ситуации? Потому что, на мой взгляд, ну, всё более чем здесь понятно и более чем понятно, что от вас требуется. То есть, более чем понятно, что, там, молодой человек от вас хочет, например, более чем понятно, что молодому человеку нужно от вас сейчас. Вот, но вы, тем не менее, вот, всё равно, как бы не понимаете, значит, ну, вы не понимаете, как себя вести. То есть, у вас, у вас правда нет идей? У вас, серьёзно, нет идей? Мне кажется, что, если вы подумаете, если вы вот именно подумаете, да, то вы очень, очень легко придёте к тому, собственно, что от вас требуется, вот, я думаю так. Вопрос заключается только в том, хотите ли вы? Потому что вы сами говорите, что не хотите его задавить. И молодой человек вам открыто говорит, что мне тяжело, что слишком много тебя, что личное пространство должно быть. И, как бы, всё понятно здесь. Ну, мы все равно, спрашиваем. И, как бы, все равно, что-то, 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 что-то. То есть, поймите правильно, я вас, ну, я вас не обвиняю в чём-либо. Да, я просто хочу, чтобы вы, вот, как-то этот момент, ну, уяснили для себя лучше, скажем так. Вот. И, чтобы вы поняли его лучше, понимаете. Потому что сейчас, на мой взгляд, глаз идёт вот сразу, а ну, разрыв. Дальше. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать в сложившуюся ситуацию. Что значит правильно поступать? Правильно поступать, чтобы что? Как? Так. Анна. А чём вы говорите? Что вы имеете в виду? Вот, а, ну, серьёзно, что вы имеете в виду, говоря, правильно поступать? Как поступать, чтобы что? Почему вы считаете, что, что есть, вот, есть некий правильный алгоритм поведения? Что есть такой вот, ну, единственно верный алгоритм поведения? С чего вы это решили? С чего вы взяли, что такой алгоритм? Что такой алгоритм есть? Что такой алгоритм присутствует? Вот. И почему вы, там, считаете, что это вам подходит? Вот. Понимаете? То есть, вот, такой, ну, такой момент. То есть, опять же, у меня есть ощущение, что вы, как будто вы, вот, пытаетесь, ну, унифицировать эту ситуацию. То есть, пытаетесь обесценивать себя. Да. Вот. Ну, на мой взгляд, это, вот, некорректно. Ну, на мой взгляд. Так что, попробуйте, обратиться к самой себе, да, попробуйте, вот, обратиться, ну, обратиться к самой себе, да, попробуйте, вот. К тому, что вы чувствуете, вот, к тому, что вы ощущаете ее, а, попробуйте вот на это обращать свое внимание. Если, если вы, если вы, если вы не знаете, например, да, если вы не знаете, ну, что вы чувствуете, да, если вы не знаете, там, что ощущаете, к примеру. А, вот, то, ну, в таком случае с этим можно поработать. Вот. 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 Примерно. 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 Так я, наверное, мог бы ответить вам на вопрос, который вы задаете. Понятно, что ваши отношения, они сейчас развиваются не лучшим образом. И, понятно, что, скорее всего, вам нужна помощь, вот, скорее всего, вам нужна консультация, вам нужна психотерапия для того, чтобы проработать те моменты, которые вас, ну, которые вас беспокоят, да, которые вас волнуют. Вот. Вот. Ага. То есть, это, вот, понятно. В принципе. Может быть, даже с молодым человеком вместе, а, как-то, вот, пообщаться. Ну, 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 вместе, вот, вместе с вами, а, вот, то есть, вы, ну, вы, то есть, вы вместе с вами можете пообщаться. А, вот, если хотите, конечно, если у вас есть такое желание. Но нужно, вот, что-то делать, потому что сама собой ситуация, к сожалению, не разрешится. Мне очень жаль. Вот, я думаю, я думаю, как-то так. В целом, можно ответить вам на вопрос. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что вы, вы сделаете, эм, какие-то выводы из того, что, эм, я, я и мои коллеги постарались вам донести. Вот, ну, а с твоей стороны, я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. А, будем на свете.